Так, сколько ты дальше пойдешь? Пока. Буду стоять здесь. Сычок будут эти пальцы. А знаете, что я могу? Я вижу, что ты расслабляешься. Ой. Ладно. А что ты хочешь? Так, Аджел, чего так больно? Оставлюсь. Артём, соответственно, с Аджел я работаю 10 лет. То есть это первый раз я свой скрам строил в 2009. То есть мы работали над медицинским проектом. Соответственно, ну это был, как бы, более-менее стандартный процесс, оказывающийся очень сильно. Всегда был немножко ступнутый по всем процессам. Вот еще и было. Потому что, когда надо построить, там прорешил, не пойбался. Он же там на самом деле гибкий. То есть, ну что, все неправда. И вот как, вот у меня были там популярные проблемы. Я помню, там, проблема. Кому доверить задачу? Даже я шамином сказал. Ну, как сказать, я не то, что был у нас, но я всегда был как-то таким видом, и всегда писал флот, и параллель, у меня, как сказать, просто спросил, ребята. Вот, проблема, кому доверить задачу. Потом, как-то я, вот, немножко на всю тему шире посмотрел, и когда начал читать все это, начали играть, с материалом храм-трека Асхатова распаялась. И как-то так вот я смотрел, проникся, думаю, надо попробовать. И принес команде. Говорю, вот, давайте, давайте попробуем. И вот оказывается, что людям тебе не надо ставить задачи. Они их сами способны, там, утягив, еще какие-то идеи предлагают. И вот тогда понеслось. В целом, вначале я процесс там напоминал какой-то героизм. То есть там, что-то пилим, потом в течение суток там сажусь куда-то на объект, там что-то ставлю, потом со звездой героя там вхожу. Ну, мне казалось, что это прикольно. Говорит, там, например, вхожу в отпуск, там, я неделю хлебаю, там, почему там что-то, инструкции какие-то, потом еще там в отпуске еще прикажу, рассказываю, ну, я же занят все тут. Вот. Но потом, в результате, когда этот ставим, он встал на, взял рейс, мы там строили, строил неделю скрам. То есть, на самом деле, когда это еще, там стоит. Сейчас-то немножко стыдно, это становится. Вот. А когда, когда нет. Когда это только все начиналось. По крайней мере, в России. В факте, скрам уже в 95-го года, и тогда уже было лет 15. Ну, у нас все. что-то начиналось. И, соответственно, мы тогда нормально вошли, поставили циклы ежемесячных релизов, чего не было, до этого, максимально прозрачный процесс, и у нас в Тюмени, и второй этап, в Сургуте. И там ребята из Сургута начали приезжать, и мы потом в город у нас. Потом начали там совместные созвоны. и закончилось это тем, что я в 11-м году поехал на первый сертификационный тренинг в России по, да, по скраммастерам. Тогда, получается, сейчас, если посмотреть, вот сейчас компания, которая занимается внедрением скрама, мы все там на этом тренинге тогда вместе учились. Это звучит как сертификант на самом деле. Не знаю, может, серьезно. Ничего такого. Несмотря на то, пришел, послушал. Никаких экзаменов я не знал. Потом, соответственно, скраммастер, сертифицированный скраммастер, сертифицированный продуктовный. С тех пор у меня, соответственно, поработал с несколькими командами как помощь, у меня, соответственно, был свой стартап, я об этом немного коснусь. Сейчас я full-stack разработчик компании и для разработанных заказчиков. Ну, это вот что-то, как бы, хотел кратко, получилось. Но почему я говорю про почему все так больно? Тогда все было нормально, более энергично начиналось. С тех пор прошло десять лет, я помню, Сергей Дмитриев говорил, что через десять лет, это мы сейчас, как мы все новенькие, через десять лет все будет работать, все будет работать по-другому. И действительно, через десять, уже даже десяти лет не прошло, сейчас все уже работают по-другому. Настолько по-другому, что уже говорили, что слово скрамм уже очень-то произносить. Ну, я очень эскара сегодня произнесу. Но тем не менее, это стало некоторым стандартным фактом. В любом случае, некоторые в целом agile подходы. Так вот, почему? Ну, соответственно, мы работаем, замечательно. не все так просто идет, и тогда все не просто школы, и сейчас замечаются какие-то антипатаны. Почему больно? Ну, по моим наблюдениям, все. Конечно, не из-за того, что мы делаем не так, как в книжках, и даже не из-за того, что так, как в скромгайде. Но проблема в том, что все-таки ну, как сказать, мы выбрасываем то, что выбрасываем главное, начинаем биться за мелочи. Почему так происходит? Сейчас небольшая такая, я очень люблю всякие там обобщения и лозунги, но чему-то, кроме меня, их никто не любит. И поэтому я постарался там, да, сейчас в начале будет маленькая философская такая интро, а дальше там уже были какие-то более-менее картинки там про практику. Я постарался их там высосать из пальца и сюда вот приебить. И штука такая. Кому знакомо? Ну ты-то там ладно, ты-то там под собой. Что, никому? есть одна рука, но она не вся купольная. Собрались, собрались. Смотрите, если это, ну, обычно, когда сейчас говорят про скран, там уже куда-то все, все же корнями ходят в Японию, в Тойоту, да и в Самураи. то есть это три стадии ученичества. То есть любое учение познается как бы из три ступени познания, познания, достижения любого учения. Ну, я по Японски читать не очень. Супарина. 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 Но мне нравится интерпретация Владимира Тарасова. Что это такое? То есть три стадии. Первая стадия не критическая, вторая конструктивно-критическая, третья деструктивно-критическая. Не критическая стадия, то есть здесь падаван начинает подавать надежды. Падаван начинает постигать учение на уровне знаний. Он изучает, и, соответственно, критическое мышление отсутствует. То есть он его принимает всем сердцем, повторяет, и получает сам моральное право говорить. Да, все замечательно и хорошо. Соответственно, люди, которые эту стадию аккуратно проскакивают, проходит мимо, сразу переходит, это не до ручки. Те, которые на этой стадии застревают. Конструктивно-экотическая стадия это постижение, когда ученик постигает учение на уровне его понимания. То есть он видит проблемы, видит ограничения и старается устранить, выстроить всю систему очень красиво, то есть как-то устранить проблемы, дополнить немножко. проблемы есть, но учение по-прежнему. То есть если что-то не работает, тогда по-прежнему учение по-прежнему будет. Да, то есть, но, так скажем, это помогает смотреть в углу, то на самом деле тебя оставляет в рамках вот это уже подходы. Соответственно, те, кто до этой стадии не доходит, получается перебежчик. Ну, не предатель, а предатель. Они там дальше. Те, кто застревают на этой стадии... Перебежчика может догнать зомби, да, и... Нет, зомби у него там свои. Либо если ты на этой стадии застреваешь, ты вечный ученик. Деструктивная фактическая стадия это, когда ты понимаешь целиком ограничение, то есть какое-то решение ограничено, что всего он и не может, ты знаешь, где эти ограничения. И для того, чтобы сделать что-то лучше, ты должен разобрать это основание, и из этого уже ты имеешь... Ну, ты получил есть моральное право, ты имеешь право это разобрать и собрать что-то новое. Вот, соответственно, люди, которые начинают с этой стадии, пропуская все предыдущие, это невесты. Мы, по большому счету, уверены, что все знают и можно смело вам. И вот только те, последовательно проходят цепи стадии. И вот это вот. Вот это вот. Вот это вот моя такая философская философское вступление. И дальше... А вот еще. Соответственно, чем отличаются? Верхние ребята, они в учение верят, ну а нижние ребята, они в учение не очень верят. Вот тем их отличают. На самом деле, ошибаются и те, и другие. А приемник? А он знает. Он не верит, и он знает. Он не верит, Видите, что там, по центру. Центральный блок. Итак, поехали. Немножко, так скажем, если... Соответственно, ошибаются все, да, 자. чтобы степень ответственности возрастает по мере того слева направо. Соответственно, если ты ошибается, кто близок, приемники, этиreci desegraiter соответственно, соответственность, степень ответственности и греха возрастает слева направо. Это соответственно тут. Ну, смотри, в разных учениях я находился на Willie eni РастICH и рассказывал я daí, ну, как скажем я не был зомби скромов я был виду почему-то зомби зомбированные ребята вот такое кто-нибудь я вообще не так скажем каждый раз сомневаюсь это показывать или нет потому что лично у меня в команде такого не было музыку за полгода после не давали по маме мне уже три раза с разных сторон прилетела слушай а что делать если вы такое говорят кому-то кто такое слышал вообще где-нибудь кто-то может говорить или кому-то говорили но есть его присутствие реально то есть по большому счету критическое мышление отсутствует то есть у человека есть только одно решение и но единственное правильное оказывается этого довольно просто то есть просто берем первоисточники смотрим да и там все написано то есть дело не в том что изменения вносить можно просто акцептируют это команда и второе продуктовому все таки покручил может все это вообще это такой вот зомби не не сильно такой страшный антипатор не сильно грешны соответственно что еще может что еще что еще можно указать то есть мы смотрим кучу-кучу матчасть то есть храм то он не одинок у него еще есть и папа не один но это правда в голову еще еще лет 7 назад было 2 ни одна конференция проезжал не обходится один доклад поезжал не обходится без за манифеста но я теперь его зачитывать не будущее просто мне тогда мне вот интересно как почему не как бы мы нарушим спринт и как вот с этой строчкой как это мальчится по большому счету полетеста уже главнее вопрос того что он там весь очень практичный программист к этому еще к этому еще даем но тем не менее пусть явно и противоречия недоучки жесток недоучкой тут смотрите это люди которые по-прежнему критически вымыслить не могут но при этом но при этом и христики счету то есть люди которые часто не видят проблемы чтобы увидеть проблему нужно как-то уметьте посмотреть на процесс критическим большому счету постоянно адаптация на этого требует как здесь маленький большой инструмент примитивный я все очень много капитанских заметок когда происходит когда мы сталкиваемся с проблемами то есть у нас есть некоторые зоны комфорта есть не зона неопределенности любая разработка в принципе это идет стремление из зоны своих знаний это постоянно работа на пике когда мы работаем на но вот на этом мастере расширяется ближайшем развитии когда мы сталкиваемся с проблемами соответственно когда проблем нет значит если у нас нет проблем в общем то я не знаю порой повлияет ли это на но тем не менее хотя бы хотя бы понимать некоторые модели которая поможет понять чему у нас проблемы появляются если у нас нет проблем то ребята у нас проблемы настоящему мы не видим но оснащен от пациент наш на нас наш процесс не улучшается далее вечные мученики с этими товарищами уже все как-то поинтереснее даже не поверишь там что-то конец соответственно ну то есть как характерная черта характерная черта то есть вообще-то вечный ученик это зубе новость 50 то есть это человек товарищ который довольно много знает но он знает все в рамках вот этого учения и вот он бегает там внутри его помимо скрама ничего не существует помимо канбана допустим нет ничего я в частности в частности сейчас в частности был а я здесь скажу я был был какой-то момент у меня был когда я был недоучкой канбана из-за темы процессов чуть выноргнул а канбан за это время там никуда не ушел канбан довольно серьезно скатал вперед но по части метрик части метрик то есть из храма если предлагает нам по большому счету он по метрикам почти ничего не предлагает место бюджон чат тогда как казалось у круто революционно самом деле я вот потом уже не человеку который в процессе постоянно но нет нет необходимости его используйте и так знаю как у меня все я там канбан доска я по ней все вижу есть другие способы то есть велосипед далеко не самый прикольный метод измерения продуктивности команды что и более того чтобы прогнозировать вообще нет времени как такового и такая нормально когда нет нет ничего лучше плюс минус лобок по карте направлением по крайней мере можно это определить джайл миром немножко шире есть помимо того что есть джайл в принципе есть двоюродный брат ну все я не буду спрашивать вопрос в чем что предлагает колбан то есть это на самом деле он появился позже и поэтому он более более прогрессивный опирается на узный метод сильнее что предлагает там банк то есть вот есть у нас накопительная диаграмма поток кто такие строят у себя классно классно есть не правда накопительная диаграмма соответственно ну это не единственный способ измерить летаем то есть время поставки то ваше время от начала точки принятия обязательств то точки поставки причем появились кирита не сайт не совсем понятен понятие куда может которая нужно все что угодно . между любыми точками процесса и вот тут по ним в общем то можно примерно прикинуть средние поставки которые у нас есть как строится понимаем или чуть-чуть это рассказать сказать ну то есть мы берем каждый день условно отмечать ну юного обратно отмечаем сколько у нас задач в каждом состоянии есть в равенномерс wyk.l допустим поはい ! и вот можно посмотреть сколько у нас это вот сколько у нас задач в работе то есть вот сделано до не сделал надо сделано здесь вот у нас на смотрим среднее время как сейчас занимает задача здесь можно понять тенды вот этот угол наклона вот это и потянулся это скорость delivery rate скорость которую мы поставляем чем круче угол наклона тем соответственно быстрее поставляешь вот здесь вот он один здесь мы сейчас смотрим уже здесь это все средний вопрос смотри именно именно не заверли именно пичи которые не завершены сейчас видишь мы нет мы считаем видишь берем две точки сделан это дать потому что мы смотрим сколько мы сделали это вот наша наша поставка скорость поставки то есть волк принципе метрики которые предлагают отслеживать канбан там все что связано закон ли было соответственно чем если мы захотим не буду сидеть до уходить то есть чем у нас меньше времен как одновременно выполняемой работы тем соответственно у нас снижать снизим соответствую чтобы при добре при той скорости поставки треугольничек просто можем уменьшить когда у нас одновременно то есть мы по большому счету выставка хочу делать контролу там как выстраивать ограничение на одновременно количество домена выполняемого равны примеры из жизни вот с которыми работал что можно сказать по сделаны проблем с тестированием и проблему тестировщики бутылнеки строчки бутылнеки ну то есть видно что у нас тестирование нарастает действительно вот это вот работа которая потенциально должна быть готова все больше и больше и больше становится диаграмма довольно таки наглядно следующее что здесь можно другой проект тоже реальная команда тестировщика увольна а если фичина и стерео не постоянно возвращается к работчику на 3 стерео так как разума на разделе на поле это вторая сторона мы меряем в моменте то идеально сейчас все легче в самом случае по канбану есть хороший вопрос такой тоже интересовал надо ли можно ли по канбану двигаться назад еще лучше не надо потому что у вас на самом-то деле это мне кажется ложное ложное представление о потоке может быть поэтому тестим больше всего потому что там фичи которые нужно будет доделывать понял он это очень не ты знает там были горбы а здесь заметили вот эту вот пилу вот эту вот это вот четкая итеративность наблюдается копили-копили-копили бунт слили взяли бы оставили копили-копили-копили поставили ну тут вопрос такой мая тут довольно такие вот свои вот получается что в чем по большому счету ограничение того же скрома когда он вводит вас какие-то то есть вот эти вот двухнедельные спринты или там по большому у вас поток получается неровный довольно рваный то есть вы сливаете данные поставлять поставляете вот такими пачками и в течение этого времени у вас поставки нет то есть вот эта пила она здесь видна вот эта вот итеративность явная когда график более ровный вот этот проект тоже реально не я его деньги то что не я его делал не имел отношение инспектировал что по нему можно сказать почему никто ничего не делает во первых проект очень старый во вторых ничего не происходит то есть какого-то момента врачный рентген смотришь да 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 ну во первых вот это вот это то что надо сделать и никому до этого дела нет немножко вот здесь что-то накидали в тестирование но проект очень старый то есть в принципе это у нас стендапов есть о чем поговорить хорошая аналогия да смотришь на CFD это как врачный рентген может масштаб еще как-то влияет нет здесь в данном случае я не стал масштабировать я вообще не я не знаю вот это есть проблема как то сейчас инструменты масштабировать CFD когда вас действительно накапливается большой объем готовая работа то вам нужно если вы все это в архив сольете то у вас все диаграмма поедет потому что на вас пункт опрокинется то есть это там и здесь здесь ничего не испортится здесь будет трудно что это испортится а когда действительно у вас нормальный наклон он у себя опрокинется по большому счету нужно как-то ее изумить я не знаю умеет ли это это джиро по-моему не должна этого уметь она по датам позволяет позволяет по датам по датам по датам можно как-то сфокусировать это хорошо потому что я вот работал на юдрек я вроде юдрек не может так я в остальном прикольно так еще что есть это тоже кстати изучили контрольная карта тоже который использует комбан соответственно чтобы они видны мы отмечаем ставим точечки то есть у нас каждая задачка по вертикали это время поставки которую которая задача ничего не время время поставки соответственно вот эти вот виды что у нас эти задачки они укладываются среднее время какое-то средний разброс а вот эти вот это маленькие выродки которые нужны на реперспективе обратить внимание они почему-то оказались дольше и вот у нас среднее то есть видно что время поставки сначала как-то снижалась то есть мы как-то поставляли быстрее а потом раз какая-то посредством время поставки тоже вопрос а что произошло почему так тоже еще еще один рентгенограмм а все это идет из компана и сейчас это аккуратно доползает с храма и сейчас наверное просто взять просто с храма и не использовать эти вещи ну уже чистый храм уже архаичен причем архаичен компан из чего он растет у него есть папа и мама это тойота продавец я в основу да примерно позже еще линк продакшн линк компан вырос из того что Дэвид Андерсон в этой сечерней компании Microsoft он очень хотел применить теорию ограничений на систему управления на производство софта и вроде получилось из чего то есть линк и теория ограничений если линк я здесь перевожу интерпретацию линзов development тонн и мэри книжка 2003 года очень хорошая книжка причем недооцененная у нее еще один большой плюс у нас очень хорошо вся философия эти принципы принципы которые они там выборят очень хорошо очень хорошо и просто описаны и в принципе вот эта книжка одна из тех книжек которые мне так серьезно мозги повернут я не буду все зачитывать там все хорошее против всего плохого но действительно там ну например на что такое доставлять быстро как раз фокус на реальных метрах в том числе или и так мы там измеряем не просто что-то а вот конкретное время поставки выдвигается то есть маленькое время поставки это на самом деле показатель вашей гибкости то есть кстати даже маленькое время поставки это не означает что вы там делаете хорошо или даже делаете быстро это означает что вы максимально быстро выставляете получаете обратную связь или голод правилки просто денег физик книжка цель читал кто-нибудь очень рекомендую такой роман есть книжка фильм производственный роман сформулировал теорию ограничений о чем она так давайте вкратце расскажу да не то что там через трудно пролезть через узкое место а по сути о чем там все очень просто и элегант то есть любая система содержит ограничения в любых системах есть ограничения в любых системах оно как правило одно редко два почти никогда и эффективность все системы эффективность должна только в системе только в месте ограничений все ваши дополнительные все действия по наведению эффективности без учета ограничения ненадежны еще за счет последствия ваша компания продает то что производит ограничения если и достаточно в принципе измерять эффективность только вместе с ними неважно сколько быстро программируется программист если тестировщик все равно продает компания то что выдают это при условии если тестирование здесь не буду как это работает вот реальная доска наша доска ограничения вообще в принципе дамбан это очень хорошо используют как раз в понятии что он делает он фиксирует ограничения которые есть реально в процессе он признает что да вот они такие например как у нас вот у нас тестирование реально две задачи может быть максимум и в процессе производстве максимум день . принять обязательства запланированные . поставки здесь а что это дает если мы говорим про потерь это тоже из бережного производства есть там потери эти лишние фичи включение между задачами ожидания и как вам очень хорошо это очень хорошо позволяет с этими потерями справляться на них фокусироваться то есть за счет того что мы выстраиваем вот эту трубу чем мы ее можем сужать и соответственно наши задачки мы фокусируемся тем самым фокусируемся на исполнении этой работы соответственно меньше переключаемся если мы набрали внутри например задачи параллельно то между ними переключаемся когда мы работаем над одной ну и над двумя переключение получается меньше соответственно меньше задачи то что у нас есть ограниченный поток как бы ограниченный набор как бы набор на входе это нам дает речь в нашу не короче помогает не делать лишний то есть мы берем планируем ровно столько сколько мы можем съесть ближайший и больше мы не лишним не планируем тут есть еще левая часть этой доски она была цена это левая я не знал как это назвать мне приличный слов слов не нашлось это тоже реальная тоска почему я не почему-то что неприличного потому что я не знаю что делать с этой колонкой она есть но они работают это у нас она не не залилась таком виде и потому что родная ну это нифига не план родная это фронс это карта дорог это ваши все варианты которые как вы можете туда проехать и а вот здесь это по сути только ваш план поэтому реально работает у нас вот такая вещь а story map кто такие строят у вас у себя через это 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 вы сжалились надо мной story map то есть вот эта штука которая постоянно висит на стене вот это вот реально начинается с принцета мы начинаем вот сюда скачка релиза сюда накидывать смотрим здесь вот какие-то идеи вот эта штука работает она позволит как-то наглядно представить весь поток причем это поток создания ценностей тут когда мы канбан поток создания ценности у нас в процессе а это поток создания ценностей у клиента в чем минус такого родного потому что он в частности для продуктовой разработки что он не позволяет увидеть связь вашей фичи с ценностью это позволяет сделать другая схемка а здесь все заплёрено потому что это команды строили impact map метод который предложил Гойко Аджич очень рекомендую то есть что мы здесь сначала здесь у нас зачем здесь ставится цель дальше кто кто может нам помочь на эту цель этой цели цели достичь потом как мы должны на них повлиять и дальше при помощи каким при помощи что при помощи каких и вот соответственно выстраиваться вот такой вот такой дерево может конкретно цель кто конкретно здесь ну давайте сейчас здесь это была тоже медицинская система соответственно здесь делали цель давайте просто разложим какую-либо фичу по этой схеме нет мы можем это придумать я просто боюсь сейчас не надо бояться не надо бояться ну предложите ребят какую фичу хотите цель что 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 мы делаем увеличить конверсию на сколько 5 процентов на 5 процентов вот самое главное мы ставим сюда увеличить конверсию на 5 процентов на самое важное когда вы будете смотреть воинбек мэппингу обязательно почитайте именно книжку она тоненькая вы даже потому что все вот эти пересказы и даже видео самого вы кажучи они не говорят там одной из главных вещей о том что любая цель должна быть у вас причем даже одной бизнес-школе который не хорошая бизнес-школа и там бизнес-тренер начал говорить конечно вот современном постам взял мир все как бы знает все в основном в пересказах и тут же это доказал он рассказывал и ничего не сказал хотя там да эти книжки про то что у вас цели должны правильно ставить их вот такими действительно цели измеримы вот эти жутые бумажки там конкретная конкретная цифер которая как мы узнаем что как мы отвечает на вопрос как мы узнаем что мы добились этой цели далее кто за счет кого мы будем повышать конверсию кто нам может повысить конверсию разработчики мы не разработчики кто повышает конверсию это по правилам пользователей пользователей разных категорий такие 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 конкуренты могут негативно повлиять соответственно конкуренты которые могут повлиять в данном случае красные вот это вся красная таристы то есть влияние это и наши действия по на этих людей которые как что мы должны как мы должны изменить их поведение как это же они должны изменить поведение чтобы да ты мне время показывает алиска да 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 не бойся сейчас я закрываю концепт убираюсь как мы должны изменить поведение этих людей для того чтобы они помогли нам достичь чтобы они как действовали так чтобы достичь нам чтобы цель была достигнута и риски в том числе риски это как они могут нам помешать вот эти вот ребята чтобы мы не достигли этой цели вот соответственно обычно бумажки одного цвета возможности да влияние красненькие это риски дальше при помощи чего мы будем это осуществлять здесь как правило на влияние на риски как правило некоторые действия план 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 б что мы делаем если вдруг реализуется вот вот это для понимания продукта я к сожалению слишком поздно не знал я не думаю это тоже помогло но еще тут одна есть колонка которые вообще не знаю что делать если вы мне что-то скажете я буду рад то у вас отдельно пишет долги технические а потом еще и прямо еще и из этой колонки съедает вот вот прикольно расскажите как это делаете регулярно потому что у нас не получилось это райт райт он ли райт он ли колонка получилось причем когда ты просматриваешь оттуда что-то реально потом удаляется но все это удаляется как мы стал натыкаемся на код и просто его рекорды нам нет нам не надо ставить эти задачи потому что постоянный фокус на на улучшение кода он это помогает от этого избавиться даже стрелей ну вот это вот штука для нас сработала может быть я знаю что есть такой метод есть и смотрите повторное привлекение знаний тоже еще одна муда и передачи работы как мы с этим боролись вот тема которая штука которая может помочь небольшим командам наверное знания которые распиханы вторая половина доски знания которые распиханы именно там и они должны лишь меня лежать там где они вам потом понадобятся но сейчас у нас правила которые наши нет список список покупок покупок далее соответственно вот тут наши явные правила которые мы вводили там свои дополнительные в процессе респектив там появлялась ну и дальше любая которая хорошему все эти вещи это только первая стадия это база знаний все это должно техническое скриптоваться вторая стадия что прям скрипты и у вас есть это все но вторую стадию лучше переводить но когда немного хотя бы хотя бы хотя бы самого 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 и как самого себя не повторять база знаний вот у нас соответственно такая штука ну вот эти вот вещи которые это все проще гуглиться это тоже все дохло а вот эти вещи реально работали эти три колонки потому что первое там у нас это все наши там приятки пороли доступы все что там не стыдно скрыть кстати все картики я не знаю кускулатка буквально все картики которые вы туда выкладываете файлики недоступны никакие файлики не храним просто и вот эти вещи которые реально тупо за каждой карточка скрыт какой-то скриптик install или какой-то команда ну вот несколько раз поднимали на самом деле в чем хороша обозначение что ты не говоришь что сделай вот это вот есть там все последователь все просто не знаю как стоит стоило ли это показывать но у нас это работало далее невежды чем они у нас больны тут наверно самый страшный грех которые совершают то есть они много чем они ломают все то есть выбрасывают из канбана лимиты чисто есть что будет если вы бросаете скандали почти весь конфликт получайте прото канван то есть если прото канвана начинаете но если вы заканчиваете но соответственно что можно самого страшного сделать это проблема в чем потому что любой и не потому что там для психотерапии потому что ретроспектива это цикл обратной связи я имею ввиду даже здесь ретроспектива не только по процессу это идет просто обзор продукта любой цикл цикл обратной связи более-менее круга недельный если это не делает то по большому счету действительно я по моему своей жизни это пару раз пропускал делал и через месяц ты будешь а чё чё вообще было вообще кто проводит ретроспективы нерегулярно она может быть там там может быть цикличность разные причем не обязательно даже у тебя там это повторяем но она обязательно эти циклы обратной связи может быть кто делает а интересно как все станут делаю на этом деле просто на на зоны то есть 5 может быть я уже я уже совсем я делаю вот так ввести какого-то моему последний н лет я отказался этот формат в пользу информационной карты как-то работает то почему этот формат он не позвольте он просто не очень рассчитан на то что он рассчитан на сбор информации явление причин не а вот информационная карта она позволяет это и пользуясь методом 5 почему вы что про него говорят а вот как им пользоваться поэтому я решила надо что-то было показать практической практике давай как это как это работает ну то есть сначала мы собираем информацию то есть у нас зеленые красные карточки понравилось не понравилось просто накидываем сразу возникает некоторые какие-то идейте просто собирает потом небольшая пауза выстраиваем зависимость девочки рисуем причина следствия то есть как то есть девочка зайдет как бы от причины следствия сначала вы рисуя не как там упорядочиваются потом начинаем по карты карточки смотреть на его почему это произошло в результате получается некоторая схема которая четко выделяются как бы то есть стоки и источники вот эти стоки это это наше проявление на наши потом те проблемы которые мы видим это факт как отличить мнение от факта здесь время люди говорят как отличить это факт или мнение если волшебный вопрос как это проявляется если что-то черт-чет как люди говорят просить как это проявляется ответ на вопрос как это проявляется инструмент это ответ на вопрос как это проявляется это это если человек не может ответить это в этом мнении то есть это его мысли домыслы неплохо на самом деле фактом является его чувство вот там получается источники это факты а вот источники это хоть и мнение но это все-таки корни проблем и соответственно вот мы их выделяем корни проблем сапом голосуем за них которые считаем наиболее там проблемные по каждому из них формируем вот какой-то там как-то группируем эти идейки так что делается вот они там обрастают пара рядом мета карточка потом соответственно стандартно магнитиками там голосуем какие проблемы решаем но обычно там три максимум 1 техническую может быть какое-то какое-то техническое нововведение и вот процесс на одну-два технических нововведения 2 я вот как бы не рекомендовал и так вывести это все это забить чуть лично какие-то изменения в процессе поэтому какую-то лучше всего делать какую-то одну карточку делать все остальное в мусорку какие стикеры покупать тоже нужно у нас вот по вот этому примеру какого размера была команда и сколько времени ушло чтобы мы делить команды команды разные но я приведу пример с двумя командами команда на три человека другая команда и перспективы соответственно ради этого стандарта ретроспектива это два три часа я вообще считаю что лучше период не респектировать меня могут они там чуть подольше но все равно примерно за три часа это максимум в общем-то просто в угол а время так заработать не в четыре часа потом шесть там пол седьмого все у нас будет а можно еще вопрос да перспективу проводите только командой или с заказчиком ну или там с продактованером если у вас тут сейчас я хак 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 на этот вопрос я как правило был всегда продуктовой разработки поэтому поэтому всех всегда с продактованером это всегда было не перерастало другой пример когда мне позвонил коллега товарищи соор саор саор gdg когда еще не было он когда приходил качестве разрабатывать систему для жпх была команда и нам внутри команды были свои проблемы еще просто не команда очень сильно не доверялся и вот мы устроили вот такой сел психотерапии это было во времени два дня на двух по часам наверно часов 6 это была мига и перспектива заклеили маленькая доска там была большая всю заклеили плечи вот этими штуками и там очень хорошо показано что на самом деле и у тори были свои причины как себя вести и у ребят были свои причины нет сейчас и вот в данном случае вот она но вот бывают карточки которые зависит другу противоречен это конфликт раз есть между ними конфликт значит где-то в глубине есть какое положено и какой-то ложный посыл либо там либо там смотрю вот соответственно вы пилили вот такую карту построили бывают такие ретроспективы все красное работа вот такие если не видно все серии на самом деле это зелененькое карточки то есть вообще это какие-то там два выродка непонятно а вот все в общем-то действительно так у нас на моей памяти было таких 3 спушку как все классно здесь хорошо здесь как какие мы молодцы и выясняем почему мы такие молодцы то есть это же но вот что мы что нам позволило этого достичь и что он стоит продолжать делать так не вышли за это кстати вот видно рудимент это одна из ранних фото когда еще эту схему когда которая расползлась сначала я зонировал но я перестал вообще зонировать просто используйте сделочки вот но эту схему я как сказать я ее применяю сама по себе информационные карты с взял из книжки решение проблем при помощи стикеров ссылку дам только если книжка очень практичная хорошая и все вот конец здесь совсем немножко то есть нам говорили там то это сами люди виноваты но здесь уже виноваты джайл джайл есть свои собственные генетические проблемы то есть понимаете джайл просто сам по себе такой как бы декларирует такие вещи которые определенным следствием вы еще такое программистами для программистов и на самом деле там здесь снова был и вообще нет нет понятия там где-то 12 пирс потом упоминается два раза но установлено про то как работать прикольно гранистам что нам нужно делать его про бизнес вообще ничего там просто да мы хотим доставлять ценность бизнеса что это такое где это короче это вот где-то вот такая вот та часть туда мы вообще не пойдем саком и сегодня про его производственные бизнесовая часть вообще отдельный океан отдельная тема и вот кто-то хочет и циклой все это все это я к сожалению про это слишком поздно узнал то что узнал уже было уже было слишком поздно правда не знаю я не уверен помогло мне это сейчас то что даже уже или инстарктуру уже сколько там 13 лет а все равно 90 процент стартапа храма является история ничему не мучит был тут несколько ссылок я очень рекомендую очень тем кто интересуется танбаном я рекомендую посмотреть вакса дорофеева про теорию ограничений там есть провела его скрам но вот прям у него есть одна лекция довольно старая про людей снежин я не знаю я вот перед недавно пересматривал я смотрю и плачут прям это одна из вообще прекраснейших лекции вообще во всем чью битон эти просто шикарно ну вот я я рекомендую я рекомендую классику и не потому что это ну я не молодой тем не менее потому что классика она мишка кстати дает дэвида андерсона все прощения что не дочитывает немного потому что он там очень хорошо показывает форме оттуда растет канбан и очень хорошо от и теория ограничений там виды и до ограничений но за счет видов ограничений частности на скалу тестировать команда которая не помоги нет тестера а просто есть программисты которые какой-то момент очень нехотя но должно должны тестировать получается процесс есть тестировщики есть но при этом это ресурс ограничены 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 доступности вот соответственно признаем вас что этот ресурс то есть ограничены и все с этим работаем этот схема позволяла нам мне сколько ни одного спринта не прошло чтобы танцы не сказали в нем как хорошо стоит потому что это вот ты когда выдыхаешь потом ведешь себе чай налил садишься тестировать обязательно как что-нибудь еще там регрессионная проходишь обязательно вылазит какой-то косяк который бы ты ни за что бы не заметил причем желательно тестировать но у них мы приняли срочек а нет он инвестирует вечерин каждый но даже если свою фичу посмотреть на нее там с чашечкой чая вы не выйдет из процесса разработать процесс войдя в процесс тестирует тоже полезно поэтому если участвовать для себя все равно использую свою доску использую как гидрелла уже аннушен тоже есть база знаний можно вернуться на agility канвас рассказе вроде бы не было акцента на техническую сторону гибкости ну грубо говоря что такое архитектура для продукта который разрабатывается по джан что такое сидя и девопс ну то есть где вот это сидит и что собственно здесь здесь чисто про взаимодействие там здесь ничего технического нет то есть это изначально здесь нет конечно нет у них нет тестов и вот этого дни нет технической стороны вообще но не мог нет нет ни то что и вообще не привести здесь нет это такое менеджер менеджерский слой срез то есть там внутри уже что-то есть мы тут на массе вот эксперт конечно все это кормит там хорошо что тогда у вас может быть используется что можно назвать прям техническим джавом слабо слава богу что есть регресс это значит слава богу что у нас юнитест и прогоняется нет нет у нас там то все естественно ну комитим у нас юнитест и запускают там тем сити все это дело конечно у нас не какие не стылили но какие то есть это тоже такая вещь обязательно андроид на сервам спасибо это и юнитесты юнитесты нам по-хорошему надо чтобы были еще автоматически у нас как бы команда небольшая поэтому соответственно юнитесты но запомнил почему канбан доска проповедует такую схему что карточки назад не возвращаются она не проповедует эту схему канбан доска вообще не проповедует и канбан сам себе себе тоже не при канбан метод это не проповедует можно просто вопрос вопрос в том что тогда сложнее будет вам увидеть всю картинку целиком то есть и я понимаю что когда вы сделаете отдельную там колонку за тестом еще и фикс это не очень прикольно там дополнительно там растягивается но на самом деле это правда у вас есть у вас у вас начало фича делается потом проверяется а потом она у вас дорабатывается и вот вы можете в данном случае получаете возможность измерить скажем сколько фичи висит у вас фикс говорит качество производства здесь то есть если у вас начинает фикс бутыл ничь то соответственно можно сделать сделать так что там те же самые разработчики получается у вас работники сидят фикс а просто почему это происходит либо они делают это не то изначально либо до вас требований и по косяке либо действительно делается это хорош хороший вопрос когда мы там стоим там банда ски почему у нас опять висит и так как долго ну что грана висит разработки туда-сюда бегает ее сложнее отновить поэтому я вот на самом деле когда доску который приводил там так и было я соответственно у меня есть есть это триггер срабатывать когда что-то третий раз происходит это уже плохо на все вообще не третий раз вопрос задает так уже проблемы значит значит тоже третий раз у меня назвал скакнуло количество суммах все значит какие-то проблемы но когда у вас отдельная колонка фикс к тут приводил а все так все это все очень когда у вас даже поток прямой выстраивается его как-то контролировать проще метре большинство все спасибо короткий вопрос где потом можно будет презентацию посмотреть в группе gdg омс в икеа.com можно дополнить по поводу канбана просто когда канбан внедряется в проект какой-то то по сути должен работать принцип стоп стартинг старт финишинг то есть чтобы мы именно фокусировались на финализации задачи так как у нас идет ограничение работы в прогрессе да мы когда мы такую практику себя проводим что наши ежедневные не стендапы это по сути вытягивание задачи с правой стороны налево ну то есть чем ближе она продакшену да тем она более завершенная и она более приоритетная вот вот этот момент на лук ну тоже учитывать да вот потому что чем отличается скромить это как компан митинг это смотр доски справа налево что мы можем сделать что вот эту карточку продвинуть сюда дальше соответственно здесь освобождает и вакуум сюда засасывает это скромно да вот это у вас на него вот эту презентацию тебя очевидно я в этом не сказал я дал возможность да это это потому что это шикарная заканчиваете начинать начните заканчиваем прям уже одна из лучших в последнее время